Всем привет! Меня зовут Илья. И сегодня у нас с вами, дорогие друзья, как ни странно, обучающее видео. Можно так сказать, даже методическое, научное. Мы сегодня будем с вами размышлять и думать о том, как быстро прокачивать свой скилл, все направления, все аспекты игры на инструменте, на бас-гитаре. Я, в общем, думал об этом видео, уже готовился последние недели полторы или даже две, постоянно думал бессонными ночами, как это все сделать. И у меня нарисовалась, придумалась такая методика, по которой мы можем каждый день уделять каждому аспекту игры, буквально по 10 минут переключаться между этими аспектами и добиваться, так сказать, прогрессировать по всем направлениям гармонично, начиная от техники, заканчивая слухом, гармоническим слухом, ритмическим слухом, репертуар раскачивать. В общем, все аспекты и теории, и практика. В общем, буквально по 10 минут каждого вот этого упражнения, которое я сегодня буду давать, по 10 минут в день, переключаясь, работая над определенными аспектами, которые, на ваш взгляд, например, слабо развиты у вас, вы можете на них делать акцент. В общем, вот такое сегодня будет видео. И знаете, вот в последнее время я стал придерживаться такой философии, что если вы ставите перед собой какую-то задачу большую, как что-то хотите добиться, цель вот поставили, то мне лично удобнее какие-то маленькие шаги выстраивать, маленькие цели и в итоге добиваться. Например, я снимаю видео, я в течение недели, вот сейчас выходные начались, я в течение недели, например, могу записать рифы специально для видео, постепенно там, например, первый день найти, что-то придумать, потом записать, постепенно, по чуть-чуть делая шагами и в субботу, соответственно, сесть и уже делать видео. И не так, что я, например, в субботу сажусь, там целый день просто в поте лица все делаю, а как бы в субботу у меня уже я чисто сажусь, говорю уже в более такой ненапряженном таком ритме, если бы я все делал в один день. Поэтому я разбиваю на маленькие цели, задачи, там сценарий написать, рифы записать, и потом, соответственно, уже сажусь снимать видео. И в итоге получается результат. И, собственно, в занятиях на бас-гитаре тоже это очень хорошо. Да и в любом, на самом деле, на любом инструменте, в любом деятельности, такими маленькими шагами вы, собственно, и приходите к цели. Вот это видео, собственно, вот об этом. То есть мы сегодня такие разберем, прям 10-минутные такие отрезочки, 10-минутные упражнения по всем аспектам. Так что берите, наконец-таки, в руки бас-гитару и приступим. Первое упражнение, с которого, как бы, логично начать ваш каждодневный цикл занятий, вот этой вот прокачки скилла, это, как ни странно, разминка. Полезная вещь, особенно если вы новичок, помогает разогреть пальцы, чтобы не травмировать, чтобы там потом не болела рука, поставить пальцы сразу на место, привыкнуть к инструменту. Вот оно полезно, как бы. Конечно, с опытом как-то оно не так становится важным, потому что ты берешь инструмент, уже играешь, в принципе, у тебя все. Но если вы там новичок, средний уровень, то разминочка полезна. И лично я предпочитаю разминаться арпеджио аккордов. К примеру, обычные упражнения для разминок, которые, как бы, представлены, в основном много на ютубе об этом, там книжки даже целые есть по этому. Бас-фитнес есть книга, я как-то про нее рассказывал. Там такие, как бы, физически-машинальные упражнения, у них нет музыки, они как-то не звучат некрасиво, это все чисто технически. Там какие-то хроматизмы, ну, то, что вот это все вы знаете, там, пауки, вот это все то, что, как бы, ну, как бы, канон, так сказать. Но, на самом деле, я предпочитаю арпеджио, потому что арпеджи, понимаете, они звучат как музыка уже практически, то есть вы играете уже музыка у вас, и при этом вы, как бы, особо не, как бы, сил прям не тратите, чтобы что-то сниженое играть, например, до-мажор арпеджио. Оно уже звучит музыкально, при этом вы учите вот эти вот ноты, аккордовые ноты, у вас пальцы становятся на место. Вот, хорошее, опять же, упражнение для разминки, эту арпеджио все играть, просто по всему грифу. Вот такой вот, вся арпеджио. Струнам уже больше года, тут, кстати, но, как говорится, я не унываю сильно, потому что звучит так как первозданное дерево, понимаете, поэтому мы сегодня будем слушать первозданное дерево, струны уже, конечно, ну, так себе. Значит, опять же, важно играть арпеджио, я сейчас сыграл третью струну, можно играть и от четвертой струны. Вот так вот. Классное упражнение, опять же, даже у меня опыт, ну, вот я чуть поиграю, три минутки, я чувствую, что у меня уже, как бы, пальцы начинают напрягаться, прям мышцы растут, можно сказать, то есть, полезно. И при этом, как бы, хорошо звучит, и я не забываю арпеджио, арпеджио вообще очень важная тема. В общем, такая первая, первое такое 10-минутное упражнение, это простая разминка. Второе очень важное упражнение на каждый день, каждодневное, особенно для басистов, да и для всех музыкантов, это игра под метроном. Не стоит недооценивать это устройство как метроном, потому что оно способно творить чудеса, и буквально по 10 минут в день вы очень сильно можете в быстрые сроки прокачать свою точность игры, ритмический слух, что еще там можно прокачать. Даже скорость игры метроном вам поможет прокачать. Поэтому метроном каждый день по 10 минут, это прям очень будет полезно для басиста. Из своей практики расскажу. У меня бывает так, например, я сажусь снимать видео, какой-то риф записываю, слушаю под барабаны, все это делаю барабаны, потом прослушиваю, не звучит, не звучит, не нравится, не качает, то есть мне не нравится, все не звучит вообще, нельзя такое показывать людям. И особенно это касается сложных каких-то риф, фанков, где же там 16 синкоп, в общем, бывает, что вот все не звучит. В таких случаях берете прям метроном, в медленном темпе ставите и разбираете риф, как сказать, под микроскопом, если он сложный, по частям делите его, разыгрываете под метроном, и уже потом, после там 5-7 минут 10, так сказать, вот этого разбора под метроном игры, я опять же беру, записываю этот риф, опять же, с барабанами играю, и уже звучит по-другому, уже мне гораздо больше нравится. Поэтому метроном это очень важная вещь, и по 10 минут в день, это не то, чтобы там утомительно, я бы так сказал, но при этом эффективно. Особенно в медленных темпах, 60-70 бпм, и такие длительности, которые самоиспользуем, там четверти, восьмые, там триоли, можно разыгрывать каждый день под метроном. Ну, например, давайте возьмем в телефончике метроном, и что-нибудь попробуем сыграть. Так, подождите секундочку, где у меня метроном-то? Музыка. Так, где, как он называется? А вот метроном. Так, ну, например, 60. Я-то, конечно, сыграю криво, но вы сыграете, естественно, после этого видео гораздо лучше. Ну, например, давайте посмотрим. 60. 60. Ну, давайте 70. Вот, опять же, я... Сейчас, секунду, секунду, секунду. Ну, пусть вот так будет. Я много раз говорил, опять же, еще раз это повторяю. Включайте метроном, чуть-чуть послушали, привыкли, и в небольшом темпе разыгрываете, там, например, восьмые. Вот таким вот образом. Сложно не надо. Самые основные длительности. Если нужно, конечно, можно потом со временем уделять лимане, если это вам пригождится, там, три четверти, например, ставить метроном, шесть восьмых, двенадцать восьмых, самые такие размеры. Можно в них тоже, опять же, тренадцать. Но работать с метрономом, это, ну, никуда от этого не деться. Субтитры сделал DimaTorzok Третье, очень важная, на мой взгляд, каждодневная практика десяти минут, это съем партий на слух. Ни для кого не секрет, это очень полезно, так же полезно, как и метроном, если не больше. Здесь вы, как бы, и репертуар прокачиваете свой, и слух прокачиваете, и лучше разбираться в музыке начинаете. В общем, каждый день по десять минут, опять же, не теряя концентрации, очень эффективно будет снимать какие-то новые партии, какие-то, если вы особенно играете в какой-то группе, там, кавера, может быть, что-то поснимать для своего репертуара. Вы, как бы, обогащаете свой багаж, внутренний, музыкальный репертуар, это важно. Для новичков, в том числе, важно, стоит сразу это учесть. Также здесь я могу порекомендовать использовать партитуру, если есть возможность песни и соотносить партитуру и то, что вы снимаете. Это помогает видеть такие вещи, которые на слух может быть непонятны. Например, у меня такое часто бывает, я слушаю песню, я песню слушаю вот как слушатель. У меня вот этот вот остался, вот этот вот, так сказать, вот этот навык слушать песню, вот как обычный слушатель, не как музыкант. И иногда складываются какие-то иллюзии относительно игры, а потом ты смотришь партитуру, и понимаешь, а, вот здесь оказывается вот так, и здесь вот какие-то нюансы. То есть, есть такие моменты, которые на слух могут непонятны быть. И всегда что-то есть, какие-то такие подводные камни. Поэтому изучайте еще и партитуру, я рекомендую. Это также читку с листа, тоже вам поможет прокачать. В общем, съем партии на слух. Если партия сложная, замедляйте, делите на части, сначала первую, потом вторую часть, и соединяйте. Также есть прекрасная Transcribe программа, которая позволяет вам замедлить, позволяет зациклить, позволяет даже определять ноты. И, в общем, без нее снимать прям у меня лично проблемно. Вот Transcript, ну, это известная программа, я думаю, что если вы не знали, то стоит обратить на нее внимание. Четвертое упражнение, которое можно делать каждый день по 10 минут, это читка с листа. Тренировать специально, например, хотите прокачать этот скилл, очень важно, опять же, я лично для канала постоянно читаю, причем много и в скрипичном, и в басовом ключе. В обоих ключах я много читаю ноты, перевожу, делаю Transcribe, делаю переложения для баса, мне приходится для саксофона фразы, смотри, для трубы, для пиано, это как бы без этого сложно. Вот, и я очень часто к этому прибегаю, делаю свои приложения, там тоже контент мой на Boosty, там очень много я именно читаю, такого не с басом связанного, естественно, в скрипичном ключе мне приходится делать Transcribe. Вот, поэтому это, я постоянно с ключами работаю, это, наверное, у меня сейчас в канале, это одно из первых таких важных навыков. И мне нравится, честно говоря, хоть у меня не так, я не учился, как в традиционном училище музыкальном, где там вот именно натаскивают начитку, у меня с этим проблемы. Но я каждый день этим занимаюсь почти, и какой-то определенный уровень скилла у меня есть. И мне нравится в том плане, что мозг у вас работает, заставляет сконцентрироваться, заставляет вот это подумать, это очень полезный навык. И причем знание заниматься в скрипичном и в басовом ключе. У меня басовый ключ хорошо, вот скрипичный у меня похуже идет, но при том, конечно, стоит учитывать, что в басовом я играл больше, чем в скрипичном. Но без скрипичного никуда. Мелодии вообще все записываются в скрипичном ключе, импровизация обычно записывается в скрипичном ключе, поэтому, что касается сольной игры, это, конечно, скрипичный ключ. Вот, без него никак. В общем, читка с листа важна. Опять же, как по поводу рекомендации. Если вы новичок, самые простые берите ноты, просто для себя тренируйте. Самые простые вообще. Например, есть книжка «Рок на бас-гитаре». Там очень простые примеры с восьмыми, с четвертями, с половинными нотами и с табами. Но табы можно закрыть, зачеркнуть и заниматься именно с метрономом, опять же, чтобы понимать эти длительности и читать каждый день, начиная с простых. И вы очень быстро начнете прогрессировать. Понимать уже каждый день, если по 10 минут этому уделять достаточно, не теряя концентрации, можно читку с листа «Знание ключа» быстро раскачать. Это, что касается новичков. Вот книжка «Рок на басу», там простые примеры, такие восьмушные, поп-роковые такие. Если вы продвинутый пользователь, как качать, опять же, скилл? Есть книжка «По сториоса», замечательная. Там уже посложнее. Там шестнадцатые с паузами, там уже прямо придется потеть. Но будет расти скилл как на дрожжах. Вот это чувство всех синкоп, шестнадцатых. Очень хорошо. В этом плане хорошая книжка. Те, кто вот ее читал, с ней работал, с этой книгой, у них, конечно, вот этот скилл читки, вот эти ритмические слуха очень хорошо вот этими шестнадцатыми. Прям буст скилла, они именоверные. Поэтому, если продвинутые вот по сториосу книжку можете взять и там разбирать. Там табов вообще нет. Но это уже как бы некузуальный уровень. Это если вы хотите создать. В общем, вот такие два уровня читки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующее упражнение на каждый день, практика, можно так сказать, это игра 12-тактового блюза. 12-тактовый блюз это классика, отголоски его можно найти во многих песнях, во многих произведениях, особенно там в роке, в рок-музыке, в старой рок-музыке, да и в современной тоже все эти ходы, все эти гармонические последовательности, фразы часто используются. Поэтому изучение 12-тактового блюза это очень полезная тема. Там можно найти классные фразы для себя. 12-тактовый блюз также это хороший старт для какой-то своей создания своих песен, своей музыки. То есть взять как основу вот эту форму 12-тактов, вот этот традиционный субдоминант на 5-м такте, вот это вот все. В общем, и начать с блюза. Это очень хорошее такое начало, придумывать свои фразы, начать импровизировать. Это вот прям тема. Вот. Также 12-тактовый блюз часто играется на джемсейшенах. Большинство таких серьезных музыкантов, ну, те, которые понимают, о чем речь, они знают вот эту форму 12-тактового блюза, и вы с ними сможете всегда сыграть на джемсейшенах, вы с ними можете влиться вот-вот-вот в культуру импровизации, влиться в совместное музыцирование довольно быстро, зная вот это все хорошо, все эти обороты. К тому же, они довольно разнообразны, эти блюзы, с разными гармониями, сложными, упрощенными. То есть, можно там очень много интересного для себя подчеркнуть, и подчеркнуть тоже. Вот. 12-тактовый блюз каждый день можно учить импровизировать на него, и это будет также очень эффективно. Есть замечательная книга, сборник такой, я сейчас покажу, выведу на экран. Я очень в свое время много его играл, там типа 12-тактового блюза в разных тональностях, во всех основных тональностях, причем в нотах записано, и книга очень классная для читки с листа и изучения вообще аккомпанемента 12-тактового блюза, причем там в разных стилях, и босанова, и свинг, вот, в разных стилях, и таких более блюз-роковых стилях тоже есть, во всех тональностях. В общем, прекрасная книга для того, чтобы изучить и гармонию, и основные ходы, и фразы в аккомпанементе, прекрасно. И еще и читать с листа очень-очень удобная книга, я в свое время очень много ее читал, постоянно, прям тренировался каждый день по этой книге, и до сих пор прям у меня вот этот басовый ключ хорошо, хорошо остался в голове на уровне прям подсознания вот с этой книги. В общем, советую, если хотите, изучать такой блюз. Ну, каждый день по 10 минут заниматься, играть, просто импровизировать на 12-тактовую сетку, это тоже держать себя в тонусе, понимаете? amin, ami, то есть, ими, т.п. Следующее очень полезное занятие будет это простой джем, то есть взять инструмент в руки и поимпровизировать на основе тех знаний, которые у вас уже есть, тех фраз, вашего багажа, музыкального вкуса в конце концов. То, что вы, может быть, сейчас в последнее время слушаете, что у вас в голове крутится, просто попробовать это все на инструменте изобразить, попробовать сыграть, может быть, посочинять, попробовать поискать в своей голове вот эти мелодики, тарифы, может что-то крутится, попробовать это на инструменте воспроизвести. 10 минут в день джема – это очень полезно, простой. Можно начать с простой пентатоникой, что-то такое покачать, но у меня вот так получается, у вас получится по-другому, неважно. Как бы просто поимпровизировать, можно свои какие-то риффы посочинять здесь, придумать. Наверняка вот в процессе вот этого джема у вас какие-то идеи возникнут в голове, как бы никто этого не может отрицать, что такое вполне возможно. Это полезно делать, опять же, в конце вашего упражнения, вот ты там чем-то позанимались, там какие-то, ну то, что я говорил до этого, да, в конце там вот поджимовать – это тоже полезно, как бы отточить вот эти фразы, которые вы изучили, может быть, в последнее время. Вот, то есть джем, именно вот этот выход дать своему музыкальному, вот этому вот внутреннему творчеству, вот этому всему инструменту – это тоже, ну, 10 минут в день – это достаточно, в общем. Ну, если пойдет, то можно побольше. Ну и, наконец-таки, дождались завершающие сегодняшнее видео упражнения, занятия 10-минутные, которые можно каждый день, опять же, уделять этому времени. Это работа над какими-то определенными техниками, например, слэп, тэппинг, там, ютинг, шагающий бас, там, не знаю, всякие хост-ноты, там, флажелеты и т.д. и т.п. То есть то, что вам интересно, то, что вы хотите изучить, можно этому тоже каждый день именно на этом сделать акцент, там, и прокачивать какие-то определенные техники. Немножко слэпом заниматься, там, всякие дабл-тампами и так далее. Посидеть там 10 минут и подтачивать то, что вам интересно. Подведем итоги сегодняшнего видео. Пора, потому что, мне кажется, оно будет минут 30 сегодня. Много чего сказал. В общем, подводим итоги немножко. В общем, на мой взгляд, такие основные базовые, базовые такие направления в изучении инструмента, основные скиллы, которые необходимы, важны. Конечно, вы можете там свои какие-то придумать, например, там, игра с закрытыми глазами, игра на ультраскорости 300 bpm, там, не знаю, игра стоя. В общем, там, ну, медиатор, кстати, тоже можно отнести, вот, в разряд игра. Техники оттачивания медиатором очень тоже важно. У меня-то я не умею играть медиатором, но, как бы, вы там сможете быстро это прокачать. В общем, и все это, конечно, хорошо, все это интересно, да, вот мы можем не тратить слишком так много времени, по чуть-чуть, вот, собирать этикцелек свои заветные, там, вот это по 10 минут, с хорошей концентрацией. Концентрация не теряется, потому что, когда вы долго занимаетесь, вы теряете концентрацию, вы начинаете уже так, вот, а вот такими небольшими отрезками, это, на мой взгляд, опять же, может быть эффективно. И все это хорошо, еще при одном немаловажном условии, а как регулярность. Если это каждый регулярно делать, хотя бы, там, 5 раз в неделю, 5 дней в неделю заниматься, ну, не все это, конечно, могут позволить себе, там, потому что нет просто времени на это. Конечно, регулярность, это будет большой плюс, если у вас занятие регулярное, это будет очень сильное ваше преимущество. В общем, такое сегодня было видео, дорогие друзья, давайте закругляться уже, наконец-таки. Вот, надеюсь, будет полезно, что-то вот для себя сегодня новое найдете, какие-то, может быть, направления, может быть, в развитии нащупаете и будете развиваться еще быстрее. В общем, кто знает. Вот так вот. Спасибо, что посмотрели, уделили время свое, потратили драгоценно на это видео. Не забывайте, как обычно, там, подписываться, писать комментарии. Комментарии те, которые, вот, там, что-то у меня просили, какие-то просьбы разобрать. Я все вижу, я делаю по мере своих возможностей. У меня, как бы, нет таких ресурсов, времени, и у меня есть много других обязанностей, поэтому я не всегда все успеваю, я делаю один все, канал веду. Поэтому я делаю по мере возможностей. То, что могу, там, сделаю, разберу. То, что у меня пока не получается, значит, пока не получается. Посмотрим в будущем. Вот. Значит, не забывайте подписываться на Boosty, проходите обязательно. Будет традиционно приложение Notny к этому видео, и ударные минуса, и файл PDF. В общем, все, как обычно, заходите. Вот. Также группа ВК, ну, все, как обычно, в общем. Колокольчики там, не забывайте колокольчики ставить, и ставить лайки тоже важно. Все, на этом сегодня все, дорогие друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok